Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пообщо реализованный DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дечто 최л esqueчает Субтитры сделал DimaTorzok ... но желаю ее а constants Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Se 것처럼 красиво Джимо From the Filb Субтитры сделал DimaTorzok Поехали за Intim々 В первую среду DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok она все-таки загорела как они говорили сраная сгоревшая лесопилка трейлер франсиса бауэрса ним из этого мы делаем вывод что он тоже здесь черт это что кровь из этого мы делаем вывод что фрэнсис бауэрс ранен а вот дэймон мэрик не знаю фрэнк сейчас сзади подойдет ну поняли фрэнк да уж да уж черт плохо дело я позвону помощь фрэнкну сперва должна помочь маме рейчел серьезная вот так ты это ему же нельзя в обычном больничку ты забыла он сраный наркоторговец олень все-таки работает этот из мертвецов этих оживших или каких-то помните да то есть где началось и там и закончилась охренет мне нравится таких хады сюжетных когда где круг круг такой делает но круг с изменениями не тупой круг а вот круг когда все изменилось оленья голова такой же кстати у профессора преображенского так сам сава но тоже с светящимися глазениями скажи мне стрёмная оленья голова где же маньяк наркоторговец диван у какого рода устал диван фрэнка поджарился все заплачу шифер передвинуть там что продавим она мэрика не вступайте типа против не выступать не указывайте что делать тут написано типа не беречь дайману берегу не связывайся с ним бонг надо видеть бонг в целости и сохранность само собой тайм уже нет ни пива ни времени надо идти дальше вот это надо взять взять нож неплохая мысль это не может быть плохая идея я никогда бы не подумала что скажу это надо взять и тебе кстати если ты укатаешь дэймона то тогда тебе же ничего не будет все обгоревшие хоть клип снимай опа ничего себе это богат смартфон десятом году шелдон правее поверь я бы никогда не ст и они страны стукать то блять я сказал что чем тут телефон оставил он катал до этого в шелду при укатывает сыру уже близко к финалу я чувствую все но это хорошо еще немного и ты скажешь всем своим проблемам пока пока какого хера шприцы ненавидишь я просто хочу увидеть с моей дочери неужели ты не понимаешь почему он очень господи так вот из-за чего он так парился нельзя дать общественности узнать что мать твоего ребенка какая-то наркоманка все же хочу увидеть ее нам нужно заткнись джеймс эмбер хочет избавиться от тебя и этим то мы их займемся а ведь дэймон мэрик правильно все угадал он правильно все понял он действительно не заботится нисколько особо-то о своей дочери на самом деле ведь ему же насрать он он бы уничтожил вичдоки насчет того что его дружок криминальный авторитет пырнул его дочь ножом ему действительно не плевать только на общественную репутацию а вот на дочь ему так немного-то слегонца так с колокольни сморкнулся это просто ужасно поэтому дэймон мэрик прошу уж скажешь и теперь он хочет убить ее кидай нож метай нож ты не умеешь на ножи тогда просто парнию но в конце концов никто ведь не поверит наркоманке нет он сказал тоже в год завязки уважаю этого дерьма с трудно слезть ничего не высадится ты справишься ну что с ним будем говорить парни его парни дура дэймон какого хера ты тут забыла использовать нож надо усыпить его бдительность можем просто обсудить то что происходит надо было про деньги деньги сказать ладно и что мы будем обсуждать не тронь сэру не верь джеймс мы будем я помню эти помните году надо раздор между ними посеять не верь джеймс чего бы тебе не мешал джеймс он джетс изменщик он кинет тебя при первой возможности но он это и так знает с другой стороны я что по-твоему долбоем джеймс эмбер пришел ко мне потому что был в отчаянии а я уже мою из него все до последней капли нож нож сука но сейчас выпадет сука это знал нет разговор окончен походу здесь мы рисую только рычу эмбер потому что она дэймона ты только так развалилась заткнись блять какого хуя а деньги тебя не удивляют то есть он сейчас поймет что ты все написал ты обчистил прокурору достала мои деньги сожгла вещдок все вот это часов за уважать на я лишь пытаюсь помочь отойди от нее я блядь я сказал заткнуться тем будет дорогу делать если завтра как-то без бурди его пронесу-ка ножом я хочу кого-то уебать все он сделал то что отправляйся в свой блядский мир грязь пусть это послушайте уроком малышка набираешься правильно ли кончишь как она блин дэймон спасибо за мораль а что же делать дэймон что ты натворил здорово я тебя а дэймону нихуя пишу слишком соображаешь когда надо не слишком соображаешь когда надо отступить рад что ты встал на ноги фрэнк ты же не хочешь опять начинать а ну ладно это я не хочу опять начинать ну хорош тебе мужик пошел нахер а хирик началась потасовка сэра все выпадает из мира врачу ваша дочь она у кого это мутница то сознание он и дал по голове же тапкам своим поэтому у нее тоже что что в итоге то что в итоге всех надо привлечь или чего-то или всех переубивать это опасно какие-то это маленький городок а такая жесть происходит сэра хлоэ прайс где фрэнк где фрэнк или дэймон твой вдруг фрэнк позаботился о дэймоне как он с плечом то его укатал я не понимаю сейчас нет нужды беспокоиться о них сядь сэра с вами все в порядке нам нужно обсудить произошедшие мне так жаль так рейчел не должна узнать об этом узнать о чём о чём именно рейчел не должна узнать то что сделал джеймс нанял бандита заказала накачать меня кусок дерьма и я позабочусь чтобы рейчел никогда не должно узнать об этом чушь собачья и она его ты отнимаешь у нее это отнимешь если расскажешь о произошедшем отнимешь навсегда правда правда живите по правде ну давай мне кажется что правда важнее правда что такое особенного в этой правде хуэ почему так говорите потому что джеймс прав он забрал у меня то что я возможно никогда не верну но он прав я сломлен вы сильно нет все вы сломлены это действительно вы все сломлены все вы сломлены серо да разве все оставляют собственное дитя на 15 лет разве все берут деньги чтобы держаться подальше сейчас то вы здесь важно только это к их луя тупая все таки а что ты знаешь я знаю что рейчел нуждается в вас я знаю что такое чувство потери ну про подробно чур давай по чести чур раз правда же я потерял отца два года назад что случилось автокатастрофа он поехал забирать мало из магазина грузовик выскочил на красный свет пикенок на мать моего магазина грузовик выскочил на красный свет и все соболезную ты не понимаешь что они для меня значит вся боль вся страхи все исчезает как уберите уберите до кого из кадра больше не грусть не печали кто захочет чувствовать себя иначе хоть когда я читала ваши письма джеймсу справились тогда значит справитесь и сейчас да не поддавайся хотя бы этому дерьмо нет не смогу возможно сама не понимаю о чем говорю но я лишь лишь хочу чтобы вы жалили насколько рачил невероятна я знаю она бесстрашна она великолепна и талантлива и она так тонко все ощущает она так какая она херенная да боже ты мой да никакая она притворщица хоть в чем-то или от козел бы прав сильна дух а это-то в чем проявляется я населена духом они хорошая жизнь она выросла в любящей семье и все было что я могла бы дать хотя пообщайтесь и она говорила что всю жизнь чувствовал словно ей чего-то не хватает этим это были вы этим чем-то и все хватало у нее идеально далеко не идеально даже если не брать в расчет что все это дерьмо семья имперов далеко не идеальная джеймс сраный мажор а роуз позволяет манипулироваться возможно однако речь он не нужно чтобы у нее забирали отца даже не джеймс и я и не ты важно речь меня сука тошнит от вас мрази расскажет джеймси он умрет ли не уносит от ведь понимаешь это да почему он блять испортит все федорации ты потерял отца хочешь чтобы и рэйчел прошла через это ну блять письмо на письме сам ужасный ошибки что вы совершили был отказ от рэйчел вот что вы писали в своем письме ты читала это вам не обязательно совершать одну и ту же ошибку дважды они все-таки встретятся в ангую ничто не исправит моих ошибок я никогда не смогу быть матерью рэйчел не в этом мире но я еще могу у меня кое-что сделать единственное на что способна не дать ей отца которую она заслуживает того кто вырастил ее защищал того кто любит ее больше всего на свете но хера узнает а вот дэймон что-то думает что он только репутации добыться хера узнает поступай как знаешь хвои все в твоих руках среди всех этих морозов джеймс не такая бразь должна решить кого хочешь защитить рэйчел или причините еще больше более пожалуйста не говори что было здесь пусть у него будет тишина и покой а через три года ее убьет учитель по фотографии расфасует по мешкам и на свалке автомобильной похоронит постойте я буду за ней заботиться я буду за ней заботиться я тебе верю прощай хлоя если не поняли это негодование да это финал очка и да я негодую рычал ты это не тебе не обо мне не джеймс это рэйчел скорую вещь и так каждый сука дебил этой вселенной блять квази сука мирке только блять и поклоняются рэйчел ебаная секта к юбаная деструктивная культура рэйчел привет привет хвоя рэйчел только что уснула я уверен она будет ужасно рада тебя видеть когда проснется может зайдешь чуть позже эй 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 спи дальше малышка тебе нужно отдыхать можно мне поговорить с хвоей наедине с хвоей наедине минутку да да хорошо дорогая мы будем прямо здесь за дверью я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю как пошла паралит не сбежали теперь ты куда побежишь с кишки выпадут у нас есть еще время всего время мира эту макс ну как как все прошло будет пиздеть и потому что я ну джеймс это врач на кое-что можете рассказать то что дело в том что джеймс не такая мразь рассказать речь обо всем защитить защитит правды насколько это по-уровски он даже масончик мигает на углу экрана напротив меня эй масончик защитить и что стряслось что же он будет придумывать я подвела тебе а чё она будет придумывать то вообще не знает чё она я не смогла найти ее мне так жаль и это походу главный выбор игры забавно ты была так уверена в себе я действительно верил что ты не найдешь да я тоже мы можем попытаться назвать завтра потому что она еще не покинула город конечно я знаю где бы она ни была она очень что тебя любит откуда ты это знаешь а чё она там сказала что-то любит тебя откуда знаешь а вот оттуда что бы в этом от нас всех отличаться вот именно счастливая блять сектор почитательный рейчел только от кого вы отделились если у всех то ладно просто деструктивный тоталитарный культ рейчел 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 надеюсь это финал потому что меня тошнит от вас дебилы но это я не про вас не прослышу аудитория а вот это про них конечно сраная музыка я так я этого ждал сейчас как будто трек русского рэпера заиграет так у нас тут фрэнк бауэрс дружбу с мериком короном с дэймоном мериком можно забыть про это как громко то что то есть он убил дэймона охереть это покажет нам у трупецки или вообще дэймон мерик зато это вот это самое все вы что тут было это дэймон мерик ну чё булевая пиво дэвид мэксон к нему тоже так можно говорить ну ладно дэвид то вообще дэвид делает предложение ну вот чудеса то какие дэвид дэвид это они оповещают то что он сделал предложение так это кто с эллия там тоже дружбу можно забыть те в психушку надо или а одну все ты отстать решила дне и правильно может ты ходил по граням но он этому черному нашему друголю это нога заживет надо сказать что так я пался вот он приобщается к культуре гиков в кое-то веке решил с братом поделать время то есть свободные тренировки нельзя ходить пока статуя уильхоффа блэквелла и никто он был да мы и правильно сказали отшить этого чувачка можете сказать нет если бы она не отшил он бы не был таким психом нет он был был таким психом вы же слышали врачей виктория чейс который ходит так как на ходу легка и походу она влюблена в этого сраного козла который все фотографирует сейчас он скажет вы не можете на территории школы а вот главное шлюшенцы морально шлюшенцы я бы сказал все я блэквелла бежать а вот главный коррупционер блэквелла да вот так вот все белесым светом заливается давайте все кто всем в культ врачу вступаем врачу хари рэйчел хари рэйчел хари рана хари смеха панорама да рэйчел с новым рэйчел когда тому рэйчел рождество двадцать второе седьмого запоминайте тот самый ворон мистический конечно они блять не раскрыли мистику они все замазали соплями охуенный финал замечательно вот так на импы поступили вы превзошли вы правда превзошли первую часть по количеству соплей по количеству культа одного персонажа культа личности хотя какая уж тут личность по количеству лесбиянство мразотство и так далее ой блядь и она покрасилась в синий какая хуяное событие по количеству псевдодружбы соплей говна вы превзошли студию опять исторический момент когда она пишет на этой своей пещерной караклей я не знаю мне на нахуй не знаю даже слушать то есть особо не охуяно они сделали татушки китайский дракон получается рука и часть нахер ноги запороты можно менять королевные славки чихнуть охота световой рефлекс супа типа ну и все таки полом а да я конечно это финал титры эпизод третий эпизод третий это ад здесь рай гонил конечно а я же чихался болел нахер у меня на нее аллергия все титры пропускают вы рассказали речь вы не рассказали нихера не а это всего лишь один выбор был за это все серьезно а нет вот вы погубили растение полив его газировкой вы погубили растение забыв о нем то есть смотри вот толтейл все-таки отстают да то есть эти деканально не переплюнули их тут настолько без альтернативно что просто можешь сдохнуть по-разному вы взяли вы отказались в начале дня у вас не было денег трю вы передали деньги дрю дэймону вы иронюли дрю его деньги вы пожертвовали деньги дрю вы оставили деньги дрю у себя вы передали дэймону это было разумно он пересчитал вообще все ребра тогда сразу это же дура это полезло на но что вы не стали навещать нортона в больнице вы навестили норта в больнице вы поспорили с дрю за пудинг вы сыграли настольную игру с майки ага можно было сыграть блин вы ничего не пожертвовали пожертвовали 250 тысяч у долларов 1250 откуда они у меня у меня была всего 1000 вы убедили дэймона что стукач гром убедили дэймона что стукач шелдон вы убедили дэймона что стукач жираль Ну и Рэйчел не встречалась со своей матерью, Рэйчел встретилась со своей матерью. Вот это действительно выбор, вот это действительно что-то поменяло. Ну и все выходит. Надо же! Хорошо, что, кстати, я не выключил записи. Прям фильм, фильмы. Но почему-то мне не весело, не смешно. Я им не сочувствую, не собережу. У меня нет никакой эмпатии к двум, блядь, малолетним лесбиянкам, лесбиянкам, пробующим лёгкие наркотики, выёбывающимся на родителей. Да, те знаменитые фотографии, кстати, которые потом Макс найдёт. И почему-то они на себя тут не похожи. Много фотошопа, видимо. Хлоя вызыва... Ааа, смотри, вот это действительно охуенный момент, кстати. Это как раз Хлоя вызывает, а её фоткает маньяк. То есть, смотри, ничему не учат. Но сначала Дэймон докапывался, и она на нож полезла. А тут, видишь, как-то её заманил к себе наш дорогой мистер Марк Джефферсон. Бонусный эпизод прощания. Спасибо, что сыграли в BeFoze и Шторм. Не пропустите бонусный эпизод прощания, доступный в Deluxe издании. А где он, когда он будет-то? А? Жим коллекционируем, по-хому нужен. Тут? Чё это за херня? Авторы выборы... Э, а где эпизод мой? Мне кажется, он ещё будет. Но если он будет, то тогда мы сыграем в него прощание. Это значит, перед самым фотографом. Итак, давайте мы не будем на них смотреть лишний раз, а посмотрим на дерево, которое они ещё не сожгли, потому что это на первый эпизод всё откатилось. Итак, что я могу сказать? Культ Рэйчел охеренен превосходит. Это даже больше, чем культ, блядь, Мэрис Юй с 7-го, 8-го эпизодов Звёздных Войн. Вот это, кто её там? Я даже не помню, какой зовут. Вот эту картонку, да? Это хлеще вообще всего, что я когда-либо видел. Но она даже не главный герой этой игры. С другой же стороны, вокруг Рэйчел вертится сюжет всех игр Life is Strange. Вот BeFoze и Шторм и оригинальной игры. И будет ещё вертеться, судя по всему, потому что это же всё об Аркадии и Бэй. А там всё вокруг Рэйчел Эмбер. Итак, почему она не лучшая в мире и не самая умная? Потому что зазубрить некоторые материалы и издать... Короче, я не могу уже слушать этот болеводный саундтрек, который мне надоел порядком. Так, что это? Не нашли? Ниже чайку беру. Ох, как непривычно-то. Так вот, она глубокая аналитика. На самом деле, да, вот мой анализ. Почему она не лучшая в мире? Потому что зазубрить некоторые материалы сраной школы искусств — это не показатель интеллекта. И потому что, наверное, мягко говоря, странно, если интеллектуально развивающийся подросток верит в сраные астрологию, причём самого массового пошиба. Она же просто какие-то календарики вешает. Если мотивирующие цитатки её настолько мотивируют, что она их увешивает на стену, то, наверное, она не самая умная. И астрология тоже не показатель высокого интеллекта. То, что она всех считает говном, манипулирует всеми, и всегда её аргументом главным становится «я этого хочу», также показывает отсутствие нравственности, какого-либо толкового воспитания. Она избалованная... Единственный выводок избалованный нашего с вами окружного прокурора, Кадибеевского, который сам, по сути, мразь. Её мамаша — либералка, которая ненавидит Шекспира. Сама она, вот ещё что. Она считает, что нормально просто так начать портить нашу хлою, которая так всё не очень хорошо. А тут она довела ещё её... Манипулировав её нагло, она довела до того, что она прогуляла уроки, из-за этого её выгнали из Блэкла. Потом, как ни в чём не было, давай сыграй со мной в пьесе. Она считает, что... Она... Пиздюшня, которой 13 лет из какого-то засранного, блядь, захолустья, не имеющая ни собственного никакого вкуса, ни какой-то системы своей эстетики, не имеющей собственной какой-то вообще системы нормальной картины мира, так сказать, систематического взгляда. Ещё никакой, собственно, личности нет, только самые зачатки, не имеющие никакого... Никаких разумных проявлений, а как раз-таки вот антиинтеллектуальные проявления там на каждом шагу, я их только что перечислил. Она считает себя вправе коверкать Уильяма Шекспира, но я ведь что-то не вижу, чтобы у неё, блядь, особо были какие-то свои наработки в искусстве, да. Она охеренная актриса, но это единственное... Нет, блядь, это даже не достижение, это талант, это действительно талант, и то, чтобы симулировать кого-то, не нужно большого быть ума, и да, некоторые вот сразу, то есть, знаете, дети актёра охеренные, бывают, Макалей, Калкин, там, не знаю, ещё кто-то, в советское время их очень много было, в основном они все как бы плохо, да, у них всё заканчивается. Ну, кстати, я не говорю совершенно, что Макалей, Калкин, или кто-то там, наши какие-то актёры, нет, что они плохие, то я не говорю, мы ей всё орать, чтобы так, что не выдирайте из контекста. Собственно, то, что она считает себя вправе сдавать такие советы из обеянного отчима, ну, да, помню, вот в том самом поезде они ехали, она говорила, то, что она вправе там, что-то пытаться деконструировать личность собеседника, там, что-то ты там, говно, ты, то, что она вправе всех там, на всех обсирать из подзорной трубы смотреть и говорить эти там, там, такие дебилы, те такие, то, что она считает себя вправе воровать вино, которое может очень дорого стоить, её люди там копили, пусть это были фрики, ладно, могли бы и не фрики быть, так ли, вот те из лесу-то, да, вот из этого парка, точнее, Absolution, кто там, и, понимаете, то есть, она вправе считает себя воровать бутылочку вина тут, разбить что-то там, посоветовать угнать машину отчима этой, да, и что он, мудак, не зная его даже и не видя ни разу в глаза, и то, что, блядь, она вправе считает себя поджечь, сука, природное, общественное, блядь, человеческое, тоже достояние, ну, в первую очередь, природное, потому что это же вроде как не искусственное насаждение, а это же всё-таки это, но облагородили, пусть его люди там что-то сделали, там, да, но в первую очередь, природное всё равно, взять, блядь, и поджечь, сука, парк, блядь, национальный заповедник, ёб твою мать, избалованная дочь сраного прокурорской крысы и гниды, нет, вот представляешь, ты, нет, насколько, но, блядь, но, блядь, но, ёб твою мать, её нам выставляют, как, блядь, источник абсолютного блага, оказывается, Платон-то, сука, с плотином были не правы, нахер, а, оказывается, это единое-то и благо, это ж, блядь, никакие, никакая-то там идея, это вот она, Рэйчел Эмбер, она родится, блядь, спустя две тысячи, блядь, с половиной лет после вас, и будет она жить в Аркадии Б, и вот откуда всё благо, и все, все вообще мироздания, вокруг чего вертятся, и откуда истекает, вот она, да, она эманирует всем на свете, только, блядь, почему, я же только что вам объяснил, она, блядь, поджигательница лесов, она воровка, она лицемерная мразь, она исполованная, эгоцентричная, эгоистичная, она глупая, самое-то, что главное, то есть засубрить может, ой, кто угодно, вот проверьте, можете набрать в интернете, как обобщеизвестный факт, даже люди с синдромами Дауна, откровенными там, умственной отсталостью, это люди с этим, с Альцгеймером, даже с, блядь, с этим, с аутизмом, они даже могут в образовании добиться, и даже PHD получают, да, 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 становятся докторами наук, никакого в этом особого интеллекта нет, она не сверхинтеллектуальна, уж явно не изобретет чего-то такого, что повлияет хорошо на человечество, она ничего не откроет, она, от нее только разрушение, видите, то есть, она не напишет никому научную работу, она не внесет и вклады в искусство, и в культуру, никакого развития так же не привнесет, она что-нибудь угонит, у кого-нибудь что-нибудь сворует, обосрет своего отца, который, ладно, какой бы он не был, и мать, которая его испытывала, именно вот, не биологическая, вот эта вот, то ее, в кого она всю жизнь считала матерью, она их обосрет, она засрет, их сломает, разобьет, украдет, сговор вступит, подговорит, подожжет лес, вот это она, боже мой, ну что ж, а с вами был гладен, вот так вот, но полезно, полезная игра, только вот смотрите, она, она же от 16, но должна вообще от 18 быть, а может она от 18, кстати, есть, да, она от 18, скорее всего, потому что это Дракс, там, кто он там, еще этот, Вайленс, там, туда-сюда, поэтому она, скорее всего, от 18, но так-то это да, но люди-то мелкие будут, все равно играть, вот такие 13-летние, как вот главные герои, чему они научатся, с этого говна, ведь тут нет морали, тут нет морали, так-то, и тут на выбор игрока, и как бы на его собственное суждение, все рассчитано, но, я вам скажу так, люди делали, делали, вот первую, по крайней мере, Донт Нот, это, по-моему, французская студия, но вот Эникс, Эникс, вот эта первая игра-то, она французская, и, вот эти Дэк Найн, возможно, тоже, в любом случае, это западные наши товарищи, а все западные, вот большинство, ну ладно, не все, нельзя посублитизировать, я же не ситх все-таки, все, ну, да, не все, не все, но большинство вот этих наших западных игроделов, фильмоделов, писателей, блогеров, журналистов, всего, так сказать, то, что они называют сами у себя, эстемблишмент, да, все вот это, так сказать, культурные элиты, все, кто делают контент какой-то, они все же либеральные в основном, в основном такое, но не все, конечно, есть много разных, самые разные в гаду людей, но, вот, очень большая часть, очень значительная, они либералы, они политкорректные, вот такова, это очень долгая история, но вот мы видим, да, проявление этого, очень серьезное в лайф, из стройч, before the storm, вот, и это, блять, пиздец, это я вам скажу, вот этого, что выливается, это выливается в тупость, в подмену ценностей, идеалов, это выливается в пассивное, в пассивное отношение к миру, неактивное, где надо, где постулируются, нормальные идеалы, где нужны, где главный герой изменяет что-то, где они делают мир лучше, нет, пассивное, и, и паразитическое, такое, вредительское, все ради меня, все ради, блять, даже не так, так ебтумать, даже не все ради Хлои, как будто играет, все ради Рейчел, ради Рейчел, вот это уже понять решительно, невозможно, то ли Стемблишмент выживает, потихоньку из ума, и это мы видим, да, у многих играх, вот с юбисофтиками, к сожалению, много всякого печального, там, да, твори, ей, там, показали, показывают себя уже сколько там, 20 тысяч лет, самых лучших сторон, ну, и вот, даже мелкие студии, вот, Дэк Найн тоже, видите, как, то есть, везде, на всех уровнях, делатели, контент, это, в основном, прогнившие, уже со стукшими мозгами, либеральные извращенцы, собственно, вот, но, то, что именно Рейчел, это, конечно, я не знаю, это квинтэссенция тупости, паразитического отношения к окружающим, втаптывание, вверясь всего, и эгоцентричность, вот, эгоцентричность-то откуда, видимо, они думают, что так, таков индивидуализм, причем, они, наверное, думают, вот это разумный индивидуализм, но нет, это эгоцентризм, возведенный в тотальность, что ж, с вами был батей, блядь, прощай, Рейчел, прощай, сука, Рейчел, все, наконец-то мы закончили, но все будет, если будет выпущено дополнение, про, все-таки, тот эпизод, да, но будет, вероятно, куда он денется, то мы его тоже пройдем, я не знаю, как мы удерживаемся, там будет, может, мы будем играть за, нашего, этого, нелюбимого, это как его, там, мистера Марка Джефферсона, и будем раскручивать, немного, Рейчел, вот настолько, да, мне не нравится этот персонаж, и она даже нереалистична, кстати, довольно-таки, она как-то это, так бы не относились к человеку, поваренно, с культом таким, ну, просто не относились, если бы так вела на себя, все бы ее жопу лизали, так не делать, так не бывает на самом деле, не все, то есть в семье-то может быть, или какие-то подружки, но все бы так не относились, все бы ее не лизали, даже Виктория, честь, она тоже в тайне по лицу портрету, собственно, если кто-то считает, кстати, вот, ну, пишите свои там мнения, да, в комментариях, но не бойтесь, не бойтесь, правда, пишите, плюрализм, все дела, если кто-то все-таки считает, это мистика, батька, ты не прав, это мистика, ведь, так нам ее не объяснили, с каких херов, там только самые-самые намеки, ну, сожгла она дерево, как-то она крикнулась, что он там воспалит, ну, сильнее воспаление пошло, ну, блин, ну, это, знаете, не тянет прямо на магические способности, а что тогда, вот, вокруг нее все крутится, вся Аркадия Бэй, все окружение, все, кто ее знают, это как бы что, тоже типа, якобы мистика, да, как бы, не знаю, вот у Макс сколько способностей реальные были, прямо самые настоящие, действительно способности, и сверхъестественные, ничего, все равно, довольно трудно и было пробиваться, и зарабатывать авторитет, она помогала всем, поэтому все начинали к ней расположенными становиться, но тут-то, тут-то, тут непонятно, все, устал я про нее говорить, все, здесь заканчиваем, переходим к чему-то более интересным играм, все, и менее образовываем, все, с вами был Патя, всем подписывайтесь, ставьте лайки за эти старания, просто выдержите, кто со мной дошел, молодец, все, и поддержите на патреоле в кошельках, если есть возможность, всем ссылки, скажем, хорошего, всем спасибо, пишите свои мнения в комментариях, по поводу этого финала, и всего, всей вот этой лайф и стретч, байды, всем всего хорошего, всем пока, с вами был Патя, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok